Однажды, ангел смерти подслушал мысли пожилой женщины. Я всегда думала, что прожила хорошую жизнь. Сожалею лишь об одном. У меня никогда в жизни не было долгого разговора. Такого разговора, когда два любящих человека смотрят в глаза друг к другу, и время останавливается. Увы, такому уже не случится. Не за горами моя смерть. Услышав свое имя, ангел смерти решил вмешаться. Ты права. Я действительно скоро заберу тебя. Но скажи мне, ты на самом деле так сильно хочешь этот долгий любовный разговор? Да, но только не с тобой, ангел смерти. Нет, конечно, не со мной. Я вообще долго не разговариваю. Ты имеешь право на последнее желание. Я знаю человека, который имеет такое же желание, как у тебя. Хочешь, я устрою вам встречу? Да, я хочу. Хорошо. Ты получишь этот шанс. Женщина отправилась домой и стала ждать. Он идет. Он идет. Мужух. Здравствуй. Здравствуй. Вы видели его? Да, я его видела. Он очень добр к нам. Да, он очень добр к нам. Вы улыбаетесь так чисто, как ребенок. А вы разговариваете так спокойно, как будто мы никогда не умрем. Не умрете, пока будет длиться ваш разговор. А если мы уснем? Тогда мы будем разговаривать в наших снах. Ну что ж, не смею задерживаться, меня люди ждут. В середине французский 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 философ Габриэль Анаре Марсель, размышляя о смерти и о жизни людей, записал в своем дневнике. Сказать человеку, я люблю тебя, это значит сказать, ты никогда не умрешь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Однажды ангел смерти подслушал мысли двух пожилых людей, которые никогда не были знакомы друг с другом. И он, и она понимали, что их жизни подходят к концу, и сожалели лишь об одном, что в их жизнях никогда не было долгого любовного разговора, такого разговора, когда смотришь в глаза друг другу и время останавливается. Ангел смерти соединил мужчину и женщину, предупредив, что заберет их тотчас, как только прервется их разговор. Знаешь, кем я хочу стать в будущем? Я хочу стать грозовой тучей, с громом и молнией. Тогда я смогу выразить свою любовь к тебе так, как мне давно хотелось, но никак не получалось. Я хочу, чтобы ты трепетала от волнения. В таком случае мне нужно стать морской волной, чтобы волноваться соответствующим образом. А также я смогу незаметно испаряться и наполнять тучу влагой, и мы станем одним. О Бог! И небо не выдержит нас, и мы прольемся дождем в море, с блеском и грохотом. И мы станем шелестящей морской волной, чтобы опять воспарить. И это будет продолжением нашего вечного любовного разговора. И мы никогда не умрем. Просто удивительно. Раскололось пополам. И это похоже на две половинки сердца. Хочешь? Никогда не думал, что яблоко похоже на сердце. Символ любви, что привело Адама к смерти. Любовь и смерть одно? Конечно. Ведь однажды, познав любовь, уже нельзя остановиться, а хочешь любви больше и больше. И только смерть сможет утолить эту жажду, потому что только после смерти ты познаешь самую большую любовь. Божью. Постой. Ты хочешь сказать, что моя любовь несовершенна, что я не могу любить как Бог. Ты хочешь сказать, что все, что было между нами, это ничто? И тут появился ангел смерти. Ну вот и все. Бесконечный любовный разговор кончился банальной ссорой. Что это? А на что это похоже? Ни на что. Ни на что не похоже, и бывает только смерть, сказал ангел смерти. Пойдем. Чего ждать? Когда-то же надо начать. Ты знаешь. Знаешь, кем я хочу стать в будущем? Я хочу стать грозовой тучей, с громом и молнией. Тогда я смогу выразить свою любовь к тебе так, как мне давно хотелось, но никак не получалось. В таком случае мне нужно стать морской волной, и я смогу незаметно испаряться и наполнять тучу сладой, и мы станем одним. О, Бог! И небо не выдержит нас, и мы прольемся дождем в море с блеском и грохотом. И это будет продолжением нашего вечного любовного разговора. И мы никогда не умрем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...